И так, друзья! Надо колесо, от колесо разминается же колесо. Что колесо? Оле-оле! Оле-оле! Нет, мы уже не хотим. Оле-оле! Футбол! Оле-футбол! Хоккейный Енисей, тут футбольный Енисей приехал. Друзья, как и обещали, здесь с нами вновь, наконец-то, уже теперь в роли главного тренера женского футбольного клуба Енисей, Оля Капустина! Оль, привет! Привет! И её замечательные игроки! Ты уже не замечаешь, да, уже? Давай ещё девчонок представим, девчонок, твоих подопечных. Цирульникова Ангелина, братарь нашей команды, и Анастасия Морозова, полузащитник. О, ты всё знаешь! Да нет, на самом деле, просто мы уже пообщались за кадром с девчонками. Галкипер есть, полузащита линии есть, нам не хватает напа и защитника. Защитник нападающий. Да, давай, Месси, ты по росту прям как Месси. Да, ты с такого нападающего можно просто ворота пустыми оставить. Ой, ну слушай, в прошлый раз, когда ты приходила к нам на эфир, ты пришла, только-только-только, получив свою категорию УЕФА, да, право быть главным тренером, теперь ты уже главный тренер. Вот за этот промежуток времени, причём прошло-то два месяца, да, буквально. Ну, плотные работы, да. Чему научились, девчонки? Да, расскажи. Чему ты уже смогла их научить и чего достиглишься вместе, в принципе? Ну, в принципе, я немножко перестроила игру, да, внедрила немножко своё видение. Что-то получается, что-то ещё нет, мы над этим работаем. Наверное, больше я учусь тому, что там ошибаюсь, да, что-то какие-то там на тренировках, какие-то моменты, нюансы ты смотришь со стороны. Ну, то есть у меня сейчас, у самой идёт самообучение, то есть, конечно, на учёбе там всё это одно, это... Но это теория, в любом случае, да, это теория. Когда ты начинаешь делать всё на практике, это тоже большой-большой опыт. И если, ну, не анализировать, а так, скептически, результата не будет. А результат мы можем проанализировать по играм. Вот у нас сейчас в ближайшее время игры 5-го, 8-го сентября в футбол-арене Енисей. Очень важные игры, поэтому заодно воспользуюсь случаем. Приглашайте, конечно, поддержите девчонок. Да, хочу пригласить болельщиков, поддержать нас. Ваша поддержка нам очень нужна. Оль, а вот я знаю, что ты, как говорится, не новичок в команде. Ты и так уже женско-футбольный с новым клубом. То есть ты была и в обоиме, да, скажем сейчас, и на кромке поля. Уже работала. Как девочки восприняли, когда, ну, всем вышли и сказали, ну, вот, Оля, знакомьтесь, теперь она в роли главного трейдера. Ну, я скажу девчонкам большое спасибо. Они восприняли это очень хорошо, поддержали и в какой-то степени даже помогают, поддерживают меня на футбольном поле. Потому что, ну, это большая ответственность, да, вот так вот заходить. Опыта большого, ну, с профессиональными командами у меня нет. И спасибо девчонкам за их поддержку, за то, что они помогают и поддерживают. Что вы засмущались? Ну, это справа. Да, я хотела спросить. Сразу потупили в зону. Ты же видела и знаешь, как тренируют мужскую команду. И вот накануне мы тоже спрашивали, в чем сложность тренировки именно женской команды. Потому что женский характер, ну, он все равно имеет свои нюансы, да. И тут надо и не перегнуть в то же время, и сильно слабину, наверное, не дать. Да, да, что скажут девочки? Девочки кивают. Да, да, да. А вот знаешь, если ты поможешь мне, потому что у тебя переносной микрофон, если подойдешь к девочкам. Да легко. А я им задам вопрос. Девчонки, а вот назовите три качества Оли как главного тренера. Мне тоже интересно. Сейчас мы послушаем, что о тебе игроки думают. Давай, давай, давай. Командный голос. Требовательный. Требовательный. Это хорошо, это раз, и это замечательно. Не, ну на сколько, подожди, на сколько требовательный? На все сто, Андрей, что? Ну, то есть, пока мы не сделаем так, как она хочет, мы не остановимся делать до того. Замечательно. Окей, требовательный раз. Симпатичная, можно сказать. Это я должен говорить. Это же как человек, а не как тренер. Ну, как тренер, вот от полузащитника что требует? Все время сечь поляну, не знаю, что. Ну да, работоспособность требует. И она с отличным командным голосом. О, вот это было. Передалось. То есть, там, докричится, да? Да. Прямо со скамейки. Даже если очень далеко. Ну, это вратарская, Оля же вратарем. А есть какие-то специальные тренировки для вратарей, кстати? Конечно, есть. И раньше Оля же у нас была тренер по вратарям, пока не стала главным. И очень хорошим тренером, потому что я как вратарь могу сказать, что тренировки нравились, и мы прогрессировали от них, и становились только лучше. Вот. И то, что Оля раньше была вратарем, ей это очень помогает быть главным тренером, потому что вот этот подсказ вратарский, он все равно переходит в тренерскую деятельность. Ну, понятно. Потому что, знаете, как бывает у болельщиков, да? Если кто-то пропустил, то виноват вратарь, а если забили, то молодцы вся команда. Ну, давайте как-то это по-правильному разделять, да? Пропустили, пропустили все все-таки, да? Выиграли, выиграли все. Тебе можно говорить, давай. Фу, дождался. Мы уже уходим в какую-то аналитику, друзья. Не просто же так, но типа у нас главный тренер, два действующих игрока, два мяча... И два футбольных бревна, извините за скудность речи. Да, 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 это я, по-моему, верю, точно. В общем, девочки, давайте поставим над нами какие-то эксперименты. А, есть идея. Ненавижу, когда он так говорит. Друзья, команда телеканала «Енисей» против женского футбольного клуба «Енисей». Два игрока здесь есть, два игрока здесь есть. И есть главный тренер, который может дать нам некое задание. И два мяча, как удачно. Мне кажется, это вообще будет замечательно. Сейчас, Оль, давай, наверное, ты дашь задание, с которым девочки, естественно, справятся на ура. Мы с Наташей, может быть. Это что-нибудь простое для тех, кто вот совсем... В общем, давайте сейчас посоревнуемся. О, у нас даже фишки есть. Ой, сейчас пока не нужны. Ставим в стороночку. Ну, можно так. Это вот, кстати, усложнение. Это наша будет форма отличительная. Если кто вдруг не может разобрать, кто есть кто, то вот как бы. Давайте начнем с самого простого. С самого простого. Давайте пожонглируем, посмотрим, как мы вообще смечем. Жонглируем. Да. Очень смешно. Хорошо, жонглируем. А можно показать, как это выглядит в сухом? Вообще, что это такое? Жонглируем. Без проблем. Так жонглировать надо было. Давайте покажите, что от нас примерно требуется. Как бы вы увидите высший уровень, мы как бы, соответственно, будем на дне. Вот примерно вот таким вот образом. Вот в паре можно пожонглировать. Ой. Мы попробуем? Мы попробуем, конечно. Ты решила затопить нас прям, ну, с самого начала. Это самое простое, понимаешь? Начинай. Давайте я подержу. Ты микрофон можешь подержать. Давай пока на фоне поздравим Дору, что ли. У нас будет слышать, если мы будем говорить сейчас? Вот если в этот микрофон, то... Какая-то вот подсказочка там. Мягкий голеностоп, конечно. Он пластичный должен быть. Попадать надо в среди плеча. Они что-то там шушукаются, я вообще не знаю. Так, девочки, у вас что там, какие-то секреты свои? Просто без микрофона. Ушли, давай шушукаться. Так, с дамами вообще невозможно, я это понял. Короче, где? Вот здесь? Привел на свою голову. Что это такое? Я, короче, умею бить щечкой. Давайте. Ой, вручаю. Так, подождите. Что, а зачем тебе второй мяч? Девочки. Наташ, дай его, пожалуйста, девочкам. Девочки покажут. Станьте напротив друга. Хорош! Я не знаю. Станьте напротив друг друга, опустите мяч вниз. И поделайте передачки. Нет, нет, друг с другом, вдвоем. Мне кажется, знаешь, пусть вот девочки занимаются вот сейчас и жонглированием. Вот это у вас получится. Вот я тебе обещаю. Я просто понял. Смотри, Наташа убежала далеко. Девочки, девочки, а можете мяч поднять? Ну, типа, красиво что-то сделать. А если у вас... Спасибо. Спасибо, Люми. Если у вас такие люди, как типа Ice Boys, вот в хоккей, которые бегают за мячами... Да, есть, есть, есть такие. Подожди, мячи. Наташа... Наташа... Давай передачки поделаем. В общем, друзья, давайте, наверное, будем завершать наш какой-то футбольный хаос немножечко. Да, это был рано хаос. Вот девчонки здорово с мячом владеют. Мы с тобой мячом не владеем. Это однозначно. Удивительно, правда? Мы же не тренируемся в ЖФК, ни Оли Капустиной, ни берем мастер-классы... Но, 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 ты без микрофона. Кому ты это говоришь? Ребята, смотрите, у нас еще один пункт, который мы должны выполнить. Сейчас девочкам мы отдаем микрофон, потому что они хотят поздравить свою коллегу с днем рождения. Да, кто это? Да, пользуясь случаем, хотим, хотим поздравить Алину Дорофееву с днем рождения. Это защитник нашей команды, по совместительству наша подруга. И хотим пожелать ей крепкого здоровья, успеха во всех ее начинаниях, быть по-настоящему счастливым человеком, радоваться жизни. И... ты. И будь счастлива. Днем рождения, Дорофеев! Вот так завершаем прекрасным днем рожденческим поздравлением, друзья. Теперь двигаемся дальше. Еще раз напомню, прекрасный, я хотел сказать, почти в полном составе, в мини-составе, женская футбольная команда Енисея у нас была. Во главе со своим главным тренером Олей Капустиной. Ребят, смотрите футбол, болейте за футбол. И приходите 5 и 8 сентября в футбол-арену поболеть за наших девчат. Пас на болельщика! Двигаемся дальше. И впереди у нас по эфиру наша рубрика. А вы знаете, кстати, там будет кое-что про мозг. Про мозг в голове. Продолжение следует...